Николай Лейкин. Во время танцев. Женился купец средней руки. Свадебный пир справлялся у кухмистера. Обед состоял из целого десятка блюд. За обедом басистый официант провозглашал бесчисленное множество тостов за здоровье разных дядюшек и тетюшек. Гости кричали «Ура!», били в тарелки вилками и ножами, музыканты играли тушь, причем особенно надсаживалась труба. Большинство гостей состояло из серого купечества. Фраков было очень немного, но мелькали сибирки и длиннополые сюртуки. От некоторых сибирок пахло дегтем и керосином. Впрочем, на обеде присутствовал и генерал в ленте, ничего ни с кем не говоривший и очень много евший. Пока не садились еще за стол, купцы подводили к генералу своих дочерей в белых и розовых платьях и рекомендовали их. Генерал при этом тоже ничего не говорил, а только испускал звук «Хм» и при этом кланялся. После стола полотеры вымели пол от обедков и в зале начались танцы. Сначала все шли польским. Две сибирки, до сего времени обнимавшиеся, влетели в круг и хотели плясать русскую, но шофера вывели их из зала. Началась кадриль. В первой паре танцевал с белокуренькой девицей в розовом платье маленький брюнетик, поверх белой перчатки которого красовался на указательном пальце большой бриллиантовый перстень. Брюнетик был в белом галстуке, но в сюртуке. Волосы на голове его были завиты бараном, усы закручены в шпильку. От него отдавало самыми крепкими духами. Пока устанавливались пары, брюнетик попробовал занять разговором танцующую с ним девицу. Он долго думал, о чем начать разговор, и, наконец, спросил. Капусту, изволите рубить? Это в каких же смыслах, недоумевала девица? А в тех смыслах, что теперь самое настоящее капустное время. Ежели к покрову не срубят, то уж аминь. Сейчас она в такую цену вкатит, что и рубль нисходная. Мы капустой не занимаемся. Я в гимназии училась и даже по-французски говорю. Обидчиво произнесла девица. Мы совсем другого образования. Пардон-с, я про вашего папеньку с маменькой. Так у них же есть хозяйство? Хозяйство есть, но мы к нему не причинны. Рубили ли они капусту или не рубили, мы внимания на это не обращаем. Так-с. Но, может быть, мельком слышали? Ваш папашенька по какой части? Они ломовых извозчиков держат. Есть и подряды по мусорной части. В таком разе, значит, капусту рубили. Потому иначе чем же рабочий народ кормить? Могут и вовсе не рубить, а в мелочной лавочке покупать. Для обстоятельного купца нисходно-с. Мы теперь почем фунт-то продаем? Шесть копеек. Ежели и бочкой на сенной купите, то дешевле пяти копеек с провозом не обойдется. Поверьте совести, мы это дело очень хорошо знаем, так как сами мелочные лавочники. Семь мелочных лавок у нас. Что вам вздумалось про капусту у меня спрашивать? Какое дело на уме, про такое и спрашиваешь. Мы, почитай, прямо от капусты и на свадьбу-то сюда приехали. Сегодня у нас такой день, что мы гнет на бочке с капустой клали и в подвал их спущали. Мы на сдвиженье пять тысяч голов вырубили. Все-таки капустный разговор к танцам совсем не идет. Очень даже идет. И, можно сказать, прямо в центру. Теперь, ежели со стороны посмотреть, то эта самая кадрель совсем с рубкой капусты вровень. Все кавалеры и дамы при танцах точь-в-точь будто бы капусту рубят. Однако неужели вы не можете начать какой-нибудь современный разговор? Сказала девица. Хорошо, извольте. Можем и по другой части. Нам начинать-с. Станцевали первую фигуру кадрилья. Какие у вас крепкие духи! Начала девица и сморщилась. Первый сорт-с. Француз на Невском надушил. Там и галстук себе покупали, там и завивку делали. Рубль за всю эту музыку с меня содрал. Мужчины по-настоящему не должны душиться. Это дамское занятие. По нашей торговле невозможно. Потому прямо от капусты. Приятно бы вам разве было, ежели бы от меня капусты несло. Можно бы было вымыться. Насквозь пропахс. Впрочем, когда рыбу соленую принимаем, еще хуже бывает-с. А огурцы вы изволили солить? Мы никакими этими делами не занимаемся. Мы с сестрой вышиваем, да книжки читаем. Огурцы занятия чистые-с. Конечно, от капусты пользы больше, нежели от огурца. Но рубка капусты интереснее. Тут и для барышень есть занятия. Можно кочерыжки грызть. Любовные сердца из них вырезать ножичкам. Хорошо, сердце, из капустной кочерыжки. По своему коварству и бесчувственности самое женское. Дамские сердца мягче мужчинских, возразила девица. Помилуйте, что вы, заспорил кавалер. Нечто мало мужчинских слез из-за женской бесчувственности проливается. То и дело в газетах пишут, что поднято неизвестного звания тела с простреленной грудью. Все это от любвиз. Кабы ежели женские сердца были так мягкие, как соленый огурец, в великом посту. Впрочем, у нас такой способ солки, что наши соленые огурцы и после вешнего Николы со свежепросольным огурцом вровень. Мы насчет огурцов-специалисты этим товаром хвастаем. У нас мелочные лавочки в Коломне, а к нам за огурцами с песков присылают. Делайте соло-то перед вашей визави, а то вы из-за огурцов и кадриль забыли, указала кавалеру девица. Танцевали вторую фигуру. Кавалер вернулся к даме и, делая с ней круг, сказал. Соло не человек-с. Вот ежели чесноку забыть в огурцы положить, то можно весь бочонок испортить. А ежели черносмородинный лист да укроп, то и еще хуже. Девица вспыхнула. Неужели вы думаете, что так приятно для образованной барышни про огурцы с капустой слушать? Вот уж не девичий-то разговор! Огрызнулась она. В таком разе мы сейчас девичий заведем. И это уж будет по вашей части. Нашелся кавалер. Ягодное варенье. Изволите ли этом варить? Варили. Ну и что ж из этого? Нет. Я к тому, что малина нынче из-за дождливого лета не удалась. А у нас удалась. Только послушайте, ежели вы не можете образованный разговор про театр вести, то хоть бы критику в кого-нибудь из гостей пущали. Все-таки было бы интересно. Смотрите, сколько серого народа на свадьбе и даже ни одного офицера. Вон какая тумба в ковровом платке стоит. Она давеча три груши со стола из вазы взяла и в карман запихала. — Которая-с? — спросил кавалер. — Да вот это, в длинных бриллиантовых серьгах и в лиловом платье. Это наша маменика-с. Только она не для чего-либо прочего груши взяла, а чтобы внукам домой гостинца снести. Девица сконфузилась. — Я не про эту. Я совсем про другую. — заминала она. — А хоть бы и про эту-с. Не извольте беспокоиться. Мы их сами за тумбу считаем. Нет-нет, я вон про ту, что в синем платье. А в синем платье невестка наша, вдова-с. Два кабака у ней и сама кабаками заправляет. Только, разумеется, молодцы на отчете стоят. Это бой-бабас, а уж вовсе не тумба. Она пятерым мужикам глотку переест. — Господи! Да что вы все то о мелочных лавках, то о кабаках. Неужели не можете о театре разговор начать? — Извольте. О жирафлю недавно в буфе смотрели. Ну и что же? Интересная игра. Игра-то интересная. Госпожа актриса на совесть свою роль доложила публике. Но у меня с новым сюртуком вышло недоразумение. Весь в краске перепачкался. Стулья были выкрашены масляной краской. И не высушены. Очень многие из публики за это ругались. Нам начинать фигуру. Пожалуйте, голопом. Вот уж теперь совсем будем капусту рубить. Пожалуйста, без капусты. Да что ж делать, коли похоже. И кавалер, обхватив девицу, понесся голопом.